Всем привет! Привет, дорогие подписчики! Здравствуйте, дорогие невесты! Сегодня мы с вами будем говорить о самых необыкновенных объединяющих традициях, которые я когда-либо проводила на своих выездных регистрациях. В завершении этого видео я хочу, чтобы вы поделились своим мнением. Какая объединяющая традиция удивила вас больше всего? Или, возможно, вы знаете другие оригинальные варианты? Напишите в комментариях. Я выделила пять объединяющих обрядов, которые меня в свое время зацепили и удивили больше всего. Так вот, начнем с конца. На пятом месте я поместила объединяющий обряд, который называется эликсир любви или чайная церемония. Что же она из себя представляет? Чайная объединяющая традиция не имеет ничего общего с китайской чайной церемонией, хотя она не менее прекрасна. Это важно понимать. Вариантов ее исполнения множество. Большое многообразие, но классическое, которое я сейчас вам расскажу, считается следующей. До свадебной церемонии гости опускают чай в чайный сосуд. Чай может быть одного сорта, но лучше придумать что-то оригинальное, отталкиваясь от вкусов и предпочтений пары. Например, травы юга, экзотические травы, восточные цветы, альпийский аромат и так далее. Это уже все на ваш выбор, на ваше усмотрение. Далее. Наполненный чаем сосуд перемещается в зону церемонии и во время торжества пара опускает завершающую, то есть свою индивидуальную порцию чая и заливает горячей водой. Все это происходит правильно на выездной регистрации. Если гости могут опускать в сосуд листовой чай, то пара может завершить церемонию, опустив чашу бутон цветка, к примеру. Тем самым супруги создают свой, ни на что не похожий по вкусу, чайный напиток. Именно в этот момент, в момент рождения семьи, они создают свой так называемый эликсир любви. И вот этот эликсир любви уже в ходе банкета, в ходе вечера или, может быть, в момент выноса торта предлагается гостям. Такой обряд я проводила. Проводила его на безалкогольной свадьбе. И в завершении церемонии этот чай, который был создан во время выездной регистрации брака, уже разносили по столам. Берите на заметку. Ну а мы двигаемся дальше. И под номером 4 на четвертом месте я расположила обряд, который называется обмен подарками. Что же здесь интересного? Но мало кто знает, что сам день свадьбы называют зеленой свадьбой. Что это такое? Наверняка вы слышали о таких понятиях, как деревянная, оловянная, фарфоровая свадьба. Так называют свадебные годовщины. Но день свадьбы, тот самый день икс, называют зеленой свадьбой. Так вот, молодые заранее готовят друг другу подарки, которые могут быть в концепции, тематике свадебного дня. Или может быть чем-то традиционным, если не отталкиваться от тематики свадебного дня, если темы как таковой нет. Традиционные подарки – это кулоны, броши, медальоны, ключики, письма и так далее. Все, на что хватает вашей фантазии. Или же мы можем отталкиваться от названия данного свадебного дня – зеленая дата. И придумать подарки в этом стиле. Любой подарок – главное зеленого цвета. В момент церемонии происходит как раз-таки обмен подарками. И вот красиво смотрится этот обряд в момент либо произнесения клятв. Также отлично подходит для тех пар, кто во время выездной регистрации не хочет обмениваться кольцами. Но какой-то символичный жест нужно сделать. Так вот, обмен подарками сюда подходит как нельзя лучше. И вот здесь небольшая ремарха от меня относительно этого объединяющего обряда. Подарки молодые готовят заранее, заблаговременно и втайне друг от друга. Важно, чтобы они были сюрпризом. В свадебный день, в момент выездной регистрации. Если вы невеста, которая только начинает подготовку к своей свадьбе, не забудьте перейти по ссылке в описании к этому видео и забрать файл, который я приготовила для вас. Ну а мы переходим к следующему обряду, который я поставила на третье место. И звучит он так. Винная церемония слияния вкусов. Вы уже помните, мы обсуждали с вами винную объединяющую традицию. Ее еще называют коробом раздора, либо капсулой времени. Вы уже, наверное, знаете, что это мой любимый объединяющий обряд. Так вот, слияние вкусов, винная церемония номер два, она никакого отношения к той винной церемонии, которую мы с вами разбирали, не имеет. Что она из себя представляет? Сейчас вспоминайте то, что я вам рассказывала немного ранее, буквально пару минут назад, о церемонии создания эликсира любви. Вот она очень похожа именно на тот обряд, про который я вам рассказала. Только в данном случае здесь у нас используется не чай, а вино. Например, он любит красное вино, а она любит белое вино. Или он любит красное сухое, а она любит красное полусухое. И в данном случае во время объединяющего обряда происходит слияние вкусов, соединение двух разных вин. Но здесь нужно быть внимательными и тщательно подбирать вино. Может быть, даже стоит обратиться к самире для того, чтобы на утро не болела голова. Красивый обряд, слияние вкусов, вы создаете свой напиток. И также далее, по той схеме, которую я озвучивала ранее, этот напиток, слияние вкусов, эликсира любви, разносится по столам для гостей. Этот объединяющий обряд я поместила на третье место. Он забирает свою почетную бронзу. Ну, а мы переходим ко второму призовому месту. И серебро сегодня забирает обряд, который я назвала «Гравировка на кирпиче». Вот так вот взяла вам и раскрыла все карты. Когда мы разговаривали с парой, я поняла, что ребята хотят совместить какой-то красивый обряд, позволяющий им создать свою семейную реликвию, и подписи. Но они не хотят ставить подписи в муляже акта гражданского состояния или придумывать какие-то другие интерпретации семейной летописи. Они хотели что-то оригинальное. Мы стали отталкиваться от стиля и концепции свадебного дня. Стиль лофт. Свадьба проходила в лофте. Потом ребята мне начали рассказывать о том, что у них и квартира выполнена также в стиле лофт. Мы все это совместили, соединили, и они сказали, а давайте-ка мы поставим подписи на кирпиче, который идеально впишется в пространство нашего домашнего интерьера. В общем, они заготовили кирпич, подготовили все для того, чтобы сделать этот обряд, и, собственно, его провели. Кстати, на этом кирпиче оставили свои подписи во время церемонии молодожены, а в завершении церемонии мы попросили всех гостей оставить там какие-то памятные знаки. И этот кирпич теперь красуется у ребят дома и напоминает о том самом дне. А мы переходим к первому почетному месту, и золото сегодняшнего выпуска забирает обряд, который я назвала «Новая страница жизни». Для того, чтобы понять этот обряд, нам нужно с вами познакомиться с историей пары. Свадебная церемония Ярослава и Милы проходила в январе, и первое, что они мне сказали на встрече, это то, что они создают свой род. То есть до этого у Ярослава была одна фамилия, это фамилия его семьи. Как он сказал, она притягивала за собой определенные обстоятельства. У Милы своя фамилия, и когда они соединились, они выбрали новую фамилию, поменяли оба фамилии, и тем самым начали свою родовую историю. Во-первых, стоит обратить внимание на декор, который выбрали для себя ребята. Выездная регистрация проходила на фоне открытой книги. И вот на этих двух страницах были написаны различные выражения, имена, цитаты, фразы, знаковые моменты, которые наполняли их жизни, как раздельные, так и совместные, до свадебной церемонии. И во время выездной регистрации мы в буквальном смысле перевернули страницу их жизни. Я подвела красивый текст, ребята подошли к книге, взяли за страницу, перевернули, и мы увидели два чистых листа. То есть они с чистого листа, с этой минуты, с этого дня начали свою семейную историю. Это было красиво, это было знаково, это было эмоционально. Завершая наш выпуск, я бы хотела подвести небольшой итог к вышесказанному. Самое главное при выборе объединяющих традиций отталкиваться от себя самих. Возможно, от своих предпочтений, от своих мыслей, желаний, мечтаний, может быть, даже от своей профессии. И придумывать свои уникальные объединяющие обряды. Либо дополнять те обряды, которые мы с вами разобрали, и делать их уникальными, подстраивать их именно под себя. Тем самым вы не только будете создавать свою семейную первую реликвию, писать свою историю, но еще и будете удивлять своих гостей. Я желаю вам удачи, ну а мы уже увидимся на следующей неделе, как всегда, в четверг, и разберем с вами интересную тему. Зимние объединяющие обряды. А такие есть. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok